попробую продемонстрировать компоненты еще одна оговорка то что в компоненте в любом никогда не обновляется самый нижний слой который является фоном сейчас я все продемонстрирую как работает выбор компонент то есть у нас есть блок какой-то шейп на этом примере мы его пишем пример я ему сейчас напишу чтобы него отступ с каждой стороны от компонента в данном случае от всего документа него отступ с каждой стороны был 50 пикселей вот запускаю все стал него отступ с каждой стороны становится 50 пикселей дальше допустим мы делаем и еще один блок какой-нибудь цветом и сейчас какой-нибудь поменяем вот и этому блоку мы делаем хотим чтобы он встал в левый нижний угол left bottom ставлю ему 0 запускаем что произошло то есть красненький квадратик встал в левый нижний угол до но встал в левый нижний угол всего документа так как у нас сейчас весь документ является компонентом если мы хотим чтобы красненький квадратик встал в левый нижний угол именно черного квадрата тогда мы объединяем эти оба слоя новый компонент пишем квадратные скобочки и тут чего угодно любой квадратных скобочках вот теперь когда у нас выделена эту папка и любой слой внутри этой папки запускаем красненький квадратик встал внутрь черного все окей но как я говорил самый нижний слой в компоненте не обновляется то есть если мы сейчас допустим черный квадратик у нас вот такого размера вот если мы сейчас запустим к обновлению то тогда красненький квадратик встанет в левый нижний угол но черный квадратик вот это вот то что у него здесь прописано вот 50 пикселей они не применятся потому что скрип так работает что когда мы запускаем его он идет вверх до первого встречного компонента и то есть черный квадратик у него хоть и прописано отступы по 50 пикселей но он не знает относительно чего ему отступать то есть он не знает размеры документа банально в данном случае вот проверяем запускаем вот как и как я и говорил чтобы обновились одновременно то есть чтобы и черный квадрат тоже обновился нам для этого надо выделить слой который за пределами этого компонента этой папки находится в данном случае то есть вот слой background убираем и сейчас когда я нажму чем сначала черный поменяет свои размеры а потом красный спутится в левый нижний угол жмем проверяю все работает все отлично ну и то есть еще небольшая небольшой тестик для компонентов внутри компонентов мы сейчас пропишем допустим вот этому красному квадратику чтобы у него высота была допустим 60 пикселей ширина у него будет 80 процентов 80 процентов в данном случае будет относительно черного квадратик то есть относительно верхнего компонента дальше допустим выровняем его еще по горизонтали и отступ снизу сделал 20 пикселей окей сейчас когда мы нажмем update компонент что ничего не произойдет почему потому что у нас выделен красный квадратик у нас выделен вот этот компонент и красный квадратик является самым нижним слоем в этом компоненте как я уже говорил самый нижний слой не обновляется в выбранном компоненте то есть мы сейчас еще один допустим нарисуем беленький тут пим 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 так ширина высота ну и допустим опять же в левый нижний угол его спускаем будет ширина высота 20 пикселей у белого квадратика в левый нижний угол красного опустится поменяем все сработало теперь опускаемся допустим на уровень выше вот этот компонент выбираем черненький квадратик выбираем черненький квадратик нажимаем сейчас обновиться черненький квадратик у нас является опять же самым нижним слоем в этом компоненте поэтому не обновиться на обновятся все вот эти красненькие беленькие проверяем нажимаем пум все красненький стал как мы и прописывали ему 80 процентов ширины 60 пикселей высотой выровнялся по центру черного квадратика снизу 120 вот и теперь то есть мы также выбираем за пределами этих компонентов например слой background нажимаем опять updates у нас обновился и черный и красный и белый то есть все которые внутри были вот такие дорогие